Добрый день, мои зрители и, возможно, мои будущие подписчики. Сегодня я расскажу вам о ремонте блока на автомобиле Toyota RAV4 2001-2003 годов выпуска. Электронный блок с этого автомобиля был первым в моей карьере автоэлектронщика в 2005 году, и поэтому я хочу рассказать о неисправностях и его ремонте. Автомобиль Toyota RAV4, без сомнения, был и остается одним из лучших автомобилей своих годов. Но неисправность с электронным блоком управления двигателя и автоматической коробки передач началась практически сразу. Дело в том, что автомобиль с дефектом выпускался до 2003 года. Но только в 2006 году, то есть практически сразу же после окончания гарантии концерн, Toyota выпустил бюллетень под номером TC-002-06, указывающий на данный дефект и сообщающий о замене электронного блока управления двигателя и АКПП за счет владельца. Так как неисправность носила массовый характер и практически 100% автомобилей имели неисправность электронного блока управления, то очень быстро автоэлектронщики обнаружили дефект и начали их ремонтировать, делая на этом немалые деньги. Автомобили в ремонт приезжали практически через день на протяжении 5 лет. Вы только представьте себе. И это только в одном автосервисе в Москве, занимающемся ремонтом автоматических трансмиссий. Стоимость электронного блока в среднем по Москве была в районе 300 долларов. Некоторые, особо бессовестные автосервисы, зная этот дефект, раскручивали доверчивых клиентов на ремонт автоматической трансмиссии, а это 1000 долларов как минимум. Неисправность состояла в том, что при заводской пайке чип резисторов номиналом 0,33 Ома припоя было нанесено мало, и в месте пайки образовывалась микротрещина. В начале дефект не проявлялся какими-либо диагностическими ошибками и проявлялся только в сильных ударах при переключении со второй на третью передачу и сильном ударе при включении заднего хода. При прогрессировании неисправности возникали диагностические ошибки П-0750, П-0753, П-0755, П-0758. Начнем с устранения дефекта. Пропаиваем 4 SMD резистора номиналом 0,33 Ома и 4 микросхемы 811600 фирмы ТЭН, так как было несколько неисправностей, связанных с плохой пайкой ног этих микросхем на заводе. Для корректной работы автоматической трансмиссии после ремонта необходимо обязательно провести диагностическим прибором процедуру Reset Memory или выпаять из блока управления микросхемой AT25080 и на внешнем программаторе записать со строчки 0100 до строчки 01FF значение. Подписывайтесь, пожалуйста, это даст стимул для записи новых видео. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова